Девушки отдыхают Праздник, действительно праздник. Вы сами понимаете, сегодня понедельник, да и время еще такое рабочее. И многие срывались, как школьники-студенты с моей учебы. Не знаю, что они там говорили. А кто-то с работы прямо упрашивался, умолялся. И для нас это праздник, потому что люди срывались откуда только могли, чтобы праздник был наяву. На предложение провести тренировку для детей, страж ворот красно-белых откликнулся и моментально признаются в ульяновских футбольных кругах. И хоть за час, а именно столько делся мастер-класс, передать все знания и обучить даже половине навыков галкиперского искусства попросту не выйдет. Приезд Артема Реброва – очередной толчок к популяризации футбольных секций. Игрок в сборной, игрок легендарного «Спартака» – это ориентир для наших мальчишек. И мне бы просто очень хотелось, чтобы приезд Артема Реброва привлек в секции футбола интереснейший, прекраснейший и ничем не сравнимый мир. Привлек как можно большее количество и мальчишек, и девчонок. Упражнения на технику, скорость и ловкость вратарь «Спартака» преподнес своим юным коллегам по амплуам самые необходимые знания. А главное – у многих участников мастер-класса буквально загорелись глаза, и появился реальный стимул не бросать свое любимое тело. Раньше я шел на тренировку, ну просто шел на тренировку, думал, как обычная тренировка. А сейчас у меня уже появился стимул все-таки после того с работы с Артемом Ребровым. У меня большее желание попасть куда-то в команду мастеров. Вот. И хочется добиться успеха в футболе. «Я игрок, а не тренер» – скромно признается вратарь лидера российским премьер-лигиям. Перед тренировкой «Страж Спартаковских ворот» придумал целый комплекс упражнений, но в итоге пришлось импровизировать. Так интереснее – отметил 32-й номер красно-белых. Я беру себя пример. Когда я был маленьким мальчиком, мне было бы интересно, там, на тот момент Фельмонов играл в «Спартаке» или «Негматули» в «Спартаке», было бы интересно их увидеть. Но у меня не было такой возможности. Я понимаю, что приезжая куда-то в другой город, дети будут довольны, им будет это приятно. Опять же, мне это интересно, мне это нравится. Кто-то говорит, что это какой-то пиар, кто-то еще как-то называет. Это просто интересно, мой какой-то внутренний мир, скажем так. И, наверное, часть того, что я сюда приехал, ребятам тоже показать, что вот своим примером, да, это получилось застичь. Поэтому работайте, любите футбол, искренне к нему относитесь, и все возможно в этом мире ничего. Нет, невозможно. Если реально этого хотите любить. Когда вообще я начал по телевизору смотреть футбол, болезнь, да, тоже «Спартак», наверное, надо с этого времени брать отчет. То есть получается где-то больше 20 лет, наверное, как это все длилось, и я дошел. Но опять же, не хочется этим ограничиться, хочется войти в историю не просто как участника, а человек, который чего-то добился с командой. Вместе с вратарями на поле вышли нападающие полузащитники и защитники. Для них отдельная программа. Легендарные игроки Ульяновской «Волги» поделились своим богатым опытом. Конечно, очень для нас, наверное, круто, потому что такого мы на тренировках вообще ни разу вообще не делали, и интересно просто даже было. После мастер-класса отпускать Артема Реброва юные футболисты даже не планировали. Пообщаться со своим кумиром, взять у него автограф и сделать фото на память получилось у каждого. Займись собой, стань сильнее! Займись собой, стань сильнее!